Заманчивые условия службы и критика командования российского Минобороны. Публикация с таким посылом появилась на странице так называемой частной военной компании Вагнера ВКонтакте. Там ищут новобранцев для участия в войне против Украины и требования к претендентам просто минимальные, лишь бы людей было побольше, так сказать. Что скрывается за информационным противостоянием высшего военного руководства страны и вагнерсцами, расскажет Лариса Зубенко в материале. Смотрим. Стабильные выплаты, социальные гарантии, полная экипировка и двухнедельная подготовка желающих – идеальный набор для россиян, мечтающих о быстром заработке на войне. Такие условия предлагает так называемая частная военная компания Вагнера, не упустив возможности намекнуть на промахи военного командования России. Если вы уже участвовали в СВО, но вас не устраивает отношение, либо некомпетентность командиров, вы разорвали контракт или вас посчитали дезертиром, но готовы работать и хотите принести реальную пользу, устраивайтесь в компанию. Почему так называемые вагнеровцы, которые по сути подчиняются российскому Минобороны, так отзываются о высшем командовании? У экспертов на этот счет несколько версий. Это может свидетельствовать о том, что российская армия не достигает своих целей в украинской войне, и поэтому на каждом уровне происходит поиск виновных. Такой поиск виновных происходит прежде всего на уровне высшего руководства армейских структур и, конечно, между альтернативными армейскими структурами. По другой версии, такие агитматериалы – отчаянные попытки руководства Кремля хоть как-то восполнить потери в живой силе. За более чем 100 дней в Украине погибло почти 32 тысячи российских военных. Россияне же в очереди к военкоматам не выстраиваются. Их, наоборот, поджигают местные активисты. На самом деле никаких частных военных компаний не существует. В российском законодательстве нет такого понятия. Это структуры, абсолютно созданные и подчиняющиеся российским спецслужбам, ФСБ и военной разведке. Очевидно, здесь попытка разыграть партию, то есть в вооруженные силы никто не хочет идти, потому что все видят, чем заканчиваются такие поездки для обычных военнослужащих в Украину. Создается такое романтическое представление, что если вы идете не по контракту вооруженных сил, а в романтическую частную военную компанию, то у вас есть шанс и заработать больше денег, и получить больше социальных благ, и вернуться домой. Россияне все меньше хотят идти на войну, развязанную кремлевским режимом, и погибнуть на поле боя в чужой стране. Тот энтузиазм, с которым российское общество воспринимает по состоянию на сегодняшний день, потому что сначала они все ориентировались, что в течение трех дней пройдут парадом по украинскому Крещатику, а сейчас энтузиазма, чтобы уйти в армию и погибнуть за украинскую землю, нет. Более сотни батальона технических групп было задействовано в Украине. Значительная часть из них уже потеряла свою боеспособность. Более 30 тысяч, почти 32, как говорят наши официальные источники, лишь без возвратных потерь, то есть погибшими, и где-то в 3-4 раза больше раненых. А вот объявлять всеобщую мобилизацию в России пока не решаются. Для Путина это будет означать признание огромных потерь в войне с Украиной, скрывать которые становится все сложнее. Без мобилизации ничего у них не получится. То есть можно немножко подтянуть таким образом несколько тысяч человек, но им нужна общая мобилизация, которая бы дала возможность набрать миллион человек или около того. Потому что те 100 тысяч человек, которые у них остались, не решат вопрос. Они не смогут не только решить какие-то вопросы боевые, но тем более на те просторы, которые они замахнулись, да еще с оккупацией. Но это просто невозможно физически. Они боятся объявлять мобилизацию, потому что это может привести к резкому падению популярности и поддержки Путина. Как утверждают эксперты, даже если в Кремле решатся на открытую мобилизацию, уже сегодня российская Минобороны не успеет подготовить новобранцев до начала контрнаступления ВСУ. Исход этой войны будет зависеть от мотивации украинской армии и современного оружия от западных партнеров. Лариса Зубенко, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UAE. С нами на прямой связи Юрий Федоров, кандидат исторических наук, профессор, военный эксперт Юрий Евгеньевич. Нас слышно, видно. Добрый день. Здравствуйте. Да, я вас вижу и слышу. Отлично. Журналисты издания «Ротонда» опубликовали материал о том, что ЧВК «Вагнер» вступила в прямую конкуренцию с Минобороны Российской Федерации за добровольцев на войне в Украине. И в «Контакте», в аккаунте «Вагнеровцев», через который идет набор сотрудников этой ЧВК, была опубликована статья об условиях работы в компании. И «Вагнеровцы» в ней открыто высказывали сомнения в компетентности командиров в Украине и критиковали службу по контракту от Минобороны России. То есть командиров имеется в виду российских. Также с такой же критикой, кстати, выступает известный всем Гиркин Стрелков у себя в телеграм-канале. Часто одинаковые, в общем, звучат претензии. Насколько, по вашей информации, масштабно присутствие «Вагнеровцев» на войне с Украиной? Например, я был на прошлой неделе на Донбассе, и ездили мы вместе с гуманитарной миссией «Груз-200» «Черный тюльпан» забирать тела с полей сражений. И мы видели убитых бойцов «Вагнера» ЧВК, у них были красные повязки, по ним идентификация проходила. Вот что вам известно о масштабах присутствия «Вагнеровцев» сегодня в Украине? Ну, во-первых, я должен сказать, что я согласен с теми оценками, которые служащие «Вагнера» дают командному составу российской армии. Действительно, уровень компетентности достаточно низкий, и это один из факторов того, почему российская армия терпит, в общем, серьезные неудачи в Украине. Теперь, что касается «Вагнера» и присутствия группы «Вагнера», так называемой, и их присутствия в Украине, точных данных, конечно, нет, потому что это засекреченные. Но в общем и в целом до войны говорилось о том, что эта группа насчитывает где-то порядка 5-6, может быть, 7 тысяч человек, которые разбросаны по разным странам мира. Ну, и в России тоже, и по разным странам мира, видимо, но есть свидетельства того, что, скажем, из Ливии этих вагнеровцев забирали, отправляли на фронт в Украину, из Сирии и так далее. Так что я думаю, что общее количество численность вот этой группировки наемников, это не частная военная компания, это наемники на службе у Министерства обороны России. Но я думаю, что где-то можно оценить тысяч пять человек, но должен сказать, что это, в принципе, одно из наиболее подготовленных в военном отношении частей или подразделений российской армии. Фактически ведь это наемный спецназ главного управления, то есть бывшего ГРУ военной разведки российской. И они имеют боевой опыт, в отличие от регулярных соединений и частей российской армии. И поэтому их бросают на самые такие опасные участки фронта, где требуется хорошая подготовка и умение воевать. Но особых успехов, в принципе, это не решает те задачи, которые стоят перед российской армией в Украине. Так или иначе, в России действительно достаточно большая нехватка, катастрофическая, можно сказать, личного состава. Хотя бы потому, что желающих сейчас пребывать на войну против Украины все меньше. Как вы считаете, вот эти вот события сейчас означают ли приближение насильственной, принудительной мобилизации вскоре? То есть имеется в виду, что если вагнеровцев становятся, они соревнуются за этих добровольцев, да, вагнеровцев условных, как вы говорите, значит ли это, что скоро этих добровольцев просто-напросто не будет и начнется мобилизация? Ну, естественно, потому что они гибнут, как и любые другие солдаты гибнут в Украине. И осознание этого неприятного для них обстоятельства, конечно, сокращает ту базу, из которой группа Вагнера или иные некоторые такие наемные войска могут черпать своих добровольцев. Как, впрочем, и добровольцев, которые идут в регулярные части российской армии, ведь их тоже через военкоматы вербуют, обещают приличные деньги, там 130 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Это для российской глубинки довольно большие деньги. Другое дело, что пока не ясно, выплачивают эти деньги или не выплачивают. Это отдельный вопрос. Но, естественно, да, вот эта вот база, с которой можно набирать так называемых добровольцев, фактически наемников, она сокращается. Поэтому вот и стоит перспектива перед Путиным. Очень неприятная дилемма. То ли объявлять всеобщую мобилизацию. И тогда действительно можно набрать миллион, миллион и полтора людей. Но ведь эти люди сами по себе ничего не решают. Их нужно распределить по дивизиям, по бригадам, по соединениям и так далее, по батальонам. А для этого нужно создавать новые соединения, новые части. А для этих частей нужно иметь офицерский состав. А откуда его сейчас взять, этот офицерский состав? Ну, какое-то количество, так сказать, офицеров можно переместить из тех должностей, на которых они сейчас находятся. Но их явно не хватит для того, чтобы, скажем, обеспечить командование полумиллионом, полумиллионной, вот такой вот в общей сложности где-то около полумиллиона людей, которых нужно организовать. Вот я повторяю, это ключевой фактор. Один из ключевых факторов, которые мешают сейчас, не дают организовать эту всеобщую мобилизацию. Нужно их организовать в боеспособные соединения, обеспечить оружием, решить кучу организационных вопросов. И главное, обеспечить командным составом, которого нет и который нужно готовить. И лейтенантов, и капитанов, и полковников. А без них это просто какая-то людская масса, которая будет сидеть, даже, я не знаю, хватит ли казарм для полумиллиона новых военнослужащих. Так что это один из, помимо того, что принятие закона или введение в действие закона о мобилизации и мобилизационной подготовке, которая может иметь серьезные внутриполитические последствия, потому что по этому закону права людей, права гражданина и населения Российской Федерации серьезно ограничены. будут серьезно ограничены. Но в качестве примера я просто приведу. Если такой закон будет приведен в действие указом президента Российской Федерации, то, скажем, военкомат может конфисковать или забрать в пользование автомашину или жилое помещение у любого человека, у любой семьи, у любого, так сказать, юридического лица. Людям будет запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. И я представляю себе, какое это будет иметь колоссальное возмущение в народе российском, потому как, ну, пока, пока это война, чудовищная война в Украине, это все как-то видится обычному российскому населению и обывателю, как некое такое вот действие по телевидению. А когда ему придется идти в военкомат и просить разрешения на то, чтобы поехать, там, я не знаю, к дяде Саратов, а еще нужно будет дать взятку военкому для того, чтобы его туда отпустили, вот я думаю, что тогда отношение российского населения к этой войне может поменяться. И к господину Путину тоже отношение будет совсем другое. – Вообще, что известно по работе вагнеровцев именно на территории Украины и какой их основной функционал здесь? – Ну, вагнеровцы фактически это наемные спецподразделения российской военной разведки. И их бросают на, скажем, на наиболее те участки фронта, те участки боевых действий, где требуется высокая военная квалификация. Ну, например, там захватить какой-нибудь командный пункт или штаб, или вообще просто уметь наступать, двигаться вслед за бронетехникой и не попадать там уж очень сильно под огонь обороняющейся стороны, то есть под огонь вооруженных сил Украины. Вот на тех участках, где требуется высокая боевая квалификация, вот там они их используют. Так же, как их использовали и в Сирии, и в Ливии, и в Африке, и где угодно. Но вот никаких других особых таких задач нет. Другое дело, что в некоторых случаях они используются и как карательные отряды, и в том числе как такие заградотряды, которые заставляют рядовых или там военнослужащих регулярных частей российской армии идти в бой, чтобы и не разбегаться, когда их начинают обстреливать вооруженные силы Украины. Это, так сказать, своеобразный может быть и заградотряд, который решает те же функции, те же задачи, которые решают и так называемые кадыровцы. Фактически эти кадыровцы, то есть военнослужащие, якобы милиции внутренних войск Чечни, они тоже выполняют такие функции карателей, как по отношению к мирному населению, гражданскому населению Украины, если в оккупированной территории, так и по отношению к обычным российским войскам, обычным российским военнослужащим. Наш коллега Денис Караташов, они на «Новой газете» недавно опубликовали интервью с разъяснениями по этому делу, зачем ЧВК понадобилась конкуренция с Минобороны России, означает ли это приближение принудительной всеобщей мобилизации? Вы ответили на этот вопрос, давайте услышим еще и Короткова теперь. До сих пор, но все-таки у «Вагнера» не было такого кадрового голода. Уж кого-кого, а вот того уж, извините, что называется мясом, они сейчас набираются. Есть красивые слова, что нам нужны операторы беспилотных летательных аппаратов. А на самом деле, какие у нас требования? Значит, если вы служили в армии, то от 22 или от 23 лет до 50, если вы даже не служили в армии, но вам исполнилось 24 и еще нету 50, приходите, научим пока. Блин, Макдональдс. А у меня такой вопрос. Вот «Вагнер» эта группа, она такая разрекламированная на слуху, маркетинг у них хороший, социальные сети есть. То есть, я так понимаю, кто захочет, может подписаться и даже вступить. А есть ли еще какие-то данные о других подобных структурах? Может быть, есть какие-то менее раскрученные, менее разрекламированные, и которые используются не только главным разведывательным управлением, а другими структурами Российской Федерации? Ну, вообще говоря, первые такие частные военные компании, так называемые в России, потому что это не частные военные компании, это группа наемников, это совсем другое дело, появились. Насколько я понимаю, в 2013 году первая такая группа появилась, она называлась «Славянский корпус». Ну, это была действительно такая охранная фирма, которая действовала за пределами России, ну, начиная с того, что они сопровождали корабли, торговые корабли, торговые суда, защищая их от пиратов. А затем появилась вот эта вот группа «Вагнера». Причем появилась она, в первое же их появление было связано с событиями на Донбассе, с вторжением тогда российских, российским вторжением в Донбасс и всеми событиями, которые там тогда происходили. Был период, когда российские власти, ну, опасались, так сказать, направлять регулярные части, и действовали вот из-под полы, отправляя туда наемников. Ну, и с тех пор, потом, честно говоря, вот эти другие частные военные компании в России, они были фактически, ну, их регистрировали как частное охранное предприятие, потому что законодательства никакого о частных военных компаниях в России нет. Вообще это, как частные военные компании, они запрещены по российскому закону, потому что это чистой воды наемничество. За это можно попасть в тюрьму, но, конечно, «Вагнера» не сажают. Другие компании, да, есть некоторые там, РБК групп, по-моему, есть такая компания, небольшая. Но главная, главная вот эта группа «Вагнера». «Вагнер» ведь это псевдоним некоего Дмитрия Уткина, полковника российского спецназа. Кстати, такого фашистующего типа совершенно он. Даже «Вагнер» это его, этот псевдоним он взял, потому что он очень любит музыку «Вагнера». «Вагнер», как известно, был, композитор, был любим Гитлером и другими лидерами нацистской Германии. Но это так, к слову. Кстати говоря, самого по себе Уткина, по-моему, уже и нет в руководстве этой «Вагнера» группы. Но неважно. Значит, вот это такая была изначально фашистствующая группировка, которая увлекалась в том числе и нацистской символикой, и нацистской музыкой, и руководство ее командования изучало и идеологию нацизма. Это к вопросу о том, что вот сейчас Москва и Кремль очень любят обвинять Украину в нацизме. А на самом деле, такие натуральные нацисты российского разлива, это как раз одна из этих группировок. Это и есть группа «Вагнера», которая увлекалась этими всеми историями делами. Дальше они и получали боевые опыты в Сирии, правда, их там сильно поколотили несколько раз, в Ливии, в Мозамбике, в Мали, вот в Африке они действовали. Сейчас их из Африки, я уже говорил, отзывают, их отправляют на фронт в Украину для решения вот таких, но особо важных, для использования на особо важных участках фронта, где требуется боевой опыт. Но должен сказать, что вот по данным, скажем, из Сирии, там уровень потерь был очень высокий у группы «Вагнера», доходило это до 30-35%. То есть это как раз свидетельствует о том, что на самом деле боевая квалификация это у них не очень высокая, потому что такой уровень потерь в боях, в вооруженных действиях против таких не очень хорошо вооруженных повстанческих группировок, как в Сирии, это свидетельствует о том, что квалификация-то у них на самом деле не очень высокая. Но были даже такие разговоры о том, что «Вагнер» специально как бы утилизирует излишне так радикально настроенных и активных, активную молодежь в России, которая увлекается фашизмом, вот для того, чтобы как-то снизить вот эту вот угрозу правящему режиму справа от права радикальных группировок. Такое тоже может быть, ну и не исключено, что и в Украине эти самые задачи тоже командование группы «Вагнера» выполняет. Ну и еще, знаете, такой любопытный вопрос, какая же мотивация? То есть есть определенная, вероятно, финансовая мотивация, известны ли вам заработные платы «Вагнера»? И зависит ли этот прайс от региона? Ливия, Сирия, Африка, либо Украина? Ну, называли цифры там, если говорить о Сирии, в Ливии я не знаю, но думаю, что примерно одинаковый уровень оплаты во всех этих горячих точках. Называли где-то суммы от двух до трех тысяч долларов в месяц. Рядовой «Вагнеровец» получал. Ну, для России это приличные деньги. Но кто туда шел, понимаете? Ведь шли люди, которые имели какой-то боевой опыт. Ну, опыт не боевой опыт, а опыт службы в российской армии или там в спецподразделениях каких-то. Ну, вот человек демобилизовался, на гражданке устроиться он там не может, или у него какие-то проблемы есть, или просто ему нравится вот такой адреналин, связанный с вот этими военными приключениями, как это иногда называют. Ну, это типичная психология наемника, который за приличные деньги, а для России две-три тысячи долларов в месяц – это деньги очень приличные. Не только для России, для стран Европы тоже это приличные деньги. На самом деле это хорошая оплата. Ну, в общем, да, это неплохая оплата. Я могу сказать точно, что это хорошая оплата. Ну, лучше, чем получать, за какую работу все-таки это работа действительно, которая связана, если это вообще можно назвать, работой с… И эти деньги идут из бюджета федерального на поддержку этих людей. С риском потери жизни. Ну, естественно, откуда они их будут взять еще. Да. Юрий Евгеньевич, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что Юрий Евгеньевич Федоров, кандидат исторических наук, профессор и военный эксперт, был с нами на прямой связи, а мы двигаемся дальше. Я еще хочу эту тему так вот… Резюмировать. Да, резюмировать, что… Опять вернуться к исследователям движений наемников. Вот на сегодня понятно, что формируя батальоны таких наемников, готовых за оплату ехать, воевать в Украину, либо в Ливию, либо в Сирию, в России пытаются компенсировать огромные… Компенсировать потери в войне, при этом не объявляя всеобщую мобилизацию. Мы об этом говорили последние вот 10 минут. И, в общем, к такому же выводу приходят и наши коллеги-исследователи данного направления. Давайте послушаем журналиста. Когда тебе стоит либо умереть за Россию, причем где-нибудь в степях Украины, за просто так или за 240 тысяч в месяц, ну, хороший аргумент. Но вот эти люди, значит, они уже заканчиваются в России. Если будет объявлена мобилизация, хотя бы частично, не говоря уже о всеобщей, я думаю, что Россия столкнется с таким уровнем уклонения дезертирства, которое мы еще не знали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!